Всем приветики, дорогие друзья! Ну что, как там ваше настроение? Мое настроение — платье. Вот я ходила сначала, значит, на самоизоляции в джинсах и нарядных рубашках. Все, не работает больше. Переходим на платье. Наконец-таки можно надевать все вот эти красивые платья в цветочек, которые я так обожаю. Чувствуешь себя очень женственно и, ну, как-то по-особенному. У нас сегодня с вами быстрый мейк. Вдохновилась нарциссами, последними выкупленными в Москве. Я хотела купить полсотни, мне сказали, есть 13. Берете? Беру. Везите. И у нас сегодня будет с вами желтый мейк с желтым конкретом. И на самом деле одно из моих вдохновений по мейкапу — это Люси Бойнтон. Такая девушка, которая снималась в... Ой, а какой-то суперизвестный фильм-то называют. Богемская рапсодия. Вот. Она, собственно, подружка Фредди Меркри играла. Очень классный у нее мейк, очень прикольный у нее какой-то стиль свой вот этот британский. И классные эксперименты с мейком. Мне очень нравится. Я вдохновилась одной из ее съемок для какого-то глянцевого журнала, где у нее были желтые тени, глаза и красные губы с довольно темными бровями, светлыми волосами. Мне показалось, что это дико классно выглядит. Давайте вот этот момент проработаем. У меня уже есть тон. Я покрасила брови. И хочу сделать сначала коррекцию лица. Потому что для такого макияжа нам нужна очень тонкая коррекция. Тонкая это что у нас значит? Это значит, что мы будем прорисовывать черты лица, делать их чуть почетче, покрасивше, говорит моя бабушка. Но незаметно. А для того, чтобы сделать это незаметно, нужно нанести средство чуть-чуть и быстренько его вжух-вжух-вжух растушевать. Не большим таким мазком, а маленьким. И для того, чтобы маленьким мазком работать, мы будем брать оттенок потемнее. Соответственно, мы берем чоколад. Если бы я хотела сделать легкую коррекцию, такую вот, ну, повседневную, чтобы видно было, чтобы она даже в румянец переходила, я бы взяла честно. Но если я хочу отскульптурировать лицо так, чтобы это выглядело как настоящая тень, то только чоколад. Набираем кисточкой совсем немного чоколад. Растушевываем на руке или на палитре. На руке вам удобнее показывать. И прорисовываем скулы. Чоколад это холодный коричневый. Он прям, видите, вот просто западающие скулы рисует. Я немножко сюда разворачиваю коррекцию, чтобы еще такое прям скуластое лицо получилось. Навеки наношу. Чуть-чуть совсем, потому что мы здесь будем наносить желтый. И нам важно, чтобы не смешивались эти оттенки. Носик. И губы для губ возьму поменьше кисточку. На самом деле нам такие сильно впалые скулы-то и не нужны. Я вот здесь возьму кисточку, которая наносила тон и чуть-чуть подрастушую. Очень мягко, вот такими круговыми движениями. Чтобы рисунок остался, но чуть-чуть смягчился. Вот скула нарисованная, но при этом более мягкая. В этом макияже нам сильно увеличивать губы нельзя, 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 потому что будут акценты на глаза и на губы, и они должны быть небольшие. Соответственно, мы не будем здесь слишком сильно увеличивать губы. Иначе очень крутой мейк может потерять свою изящность. Вот, то есть секунды нарисовали новые черты лица. Сразу хочется, конечно, еще ключицы подрисовать. Кто думает, что коррекция лица это только лицо? Нет, возможности этого процесса безграничны. Смотрите, каким можно изящно делать ключицы себе. Если собираетесь в открытом платье куда-нибудь идти, обязательно проработайте конкретным чоколад. Вот здесь вот чуть-чуть. Ну вот, ключицы очень пригодятся. Знаете, ключицы лишние вообще никогда не бывают. Это очень секси, всегда на это все обращают внимание, если изящная ключица. Конкрет еллоу чуть-чуть выдавливаем на палитру и набираем чистенькой кистью. Наношу сначала тонкий слой на подвижное веко. Смешиваю вот с той коррекцией, которую мы делали, все растушевываем почти до бровей. И добавляем белый, чтобы получился оттенок посветлее. Вот видите, какой у нарциссов оттенок? Он чуть-чуть другой. Вот нам его надо включить. И чуть-чуть внутрь, как бы в центр, да, в подвижное прямо веко добавляем такой вот более светлый, желтый, разбеленный. И получится благодаря этому градиент. То есть, по сути, использовали только желтый, но все равно получился градиент оттенков. И он прям будет выглядеть круче намного и будет эффект коррекции. Я на нижнее вообще не хочу наносить, только на верхнем оставлю. Не бойтесь использовать яркие цвета, сейчас это супертренд, и вообще макияж требует цвета как аксессуара. Видите, я не надела сюда желтые сережки, которые бы мне сюда очень классно подошли. Но надела вот такие вот желтые глаза. Если хотите, можете добавить больше цвета. Мне достаточно. Я растушую ближе к бровям, чтобы достаточно широкий рисунок получился. Мы его не скрываем в складке подвижного века. Мы как бы им гордимся. Мы заявляем о том, что да, мы решили сегодня желтым накрасить, а почему нет. Поэтому его должно быть видно. И вот здесь сразу ресницы накрасим очень ярко. Мы без подводки, точнее без обводки по контуру. Поэтому нам надо, чтобы у нас были очень яркие черные ресницы. Здесь еще важно не заляпать желтый. Я очень люблю всегда заляпать все тушью. Для меня сейчас это будет прямо задачка. В повседневном своем макияже я сначала ресницы крашу, потому что я люблю их очень сильно приподнимать щеточкой. Не всегда получается избежать касания с веком. И нижние. Нижние я тут хорошо прокрашу. Потому что у нас затемнений других нет. Только конкрет желтый и чуть-чуть разбеленный конкрет. Можно сделать прям акцент на ресничке, чтобы как куколка были. Конкрет можно не фиксировать. Я не фиксирую, например, на своих глазах. Если у вас жирная века или если у вас консилер какой-то очень жирный, то, возможно, конкрет будет чуть-чуть скатываться в течение какого-то времени. Можете зафиксировать его в фикси-паудер. Вот она, фиксирующая пудра. В целом вы можете использовать ее и как праймер. Тоже классно будет. Либо вот так вот легкой кисточкой. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Зафиксировать. Сразу заматирую немножко. Потом не возвращаться к этому. Брови просто причешем. Поскольку они у нас только что покрашены, нам в целом этого и достаточно. Губы. Губы у нас будут с конкретом Hot Red. Красные прям, алые. Сразу чуть-чуть прям из тюбика сниму. Я не докрашиваю до контура, потому что я хочу, чтобы контур был немножко полегче. У меня вот есть аппликатор. Даже в сочетании с желтым этот оттенок кажется немножко оранжевым. На самом деле в нем нет вообще оранжевого ничего. Это супер красный, прям красный. Но рефлекс от желтого есть. А я вот с аппликатора наберу кисточкой чуть-чуть легкий румянец. И мы, конечно же, его растушуем. То есть румянец должен быть такой еле заметный, пробивающийся, сочный. Чуть-чуть с таким лоском. Как бы есть, а как бы и нет. Хочется тут заколку приколоть теперь. Что нам нужно еще сделать? Давайте припудрим. Я припудриваю только центральную часть лица. Мне вот этот лоск на коже очень нравится. Не хочу его убирать. Кажется, что он классный. Сколько мы потратили с вами время, ребят? Вот на такой мейк у вас уйдет 10 минут. Мне кажется, даже меньше. А он так классно выглядит. При этом это два ярких, сочетающихся круто цвета между собой. Смотрите, как клево. Даже брови не надо делать. Вот прозрачным гелем просто их зачешу. Планировала подольше краситься, но у меня получилось очень быстро. Спасибо большое за внимание. Еще один мейк у нас в копилке. Пожалуйста, отрабатывайте. Пробуйте яркие цвета, потому что это действительно супертренд, когда вы можете свой мейк носить и представлять миру как аксессуар. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши запросы на новые видео. Один из трендовых мейков мы с вами разобрали. Вообще, желтый – это один из самых очевидных, заметных полцветов в подиумном макияже. В макияже весна-лето 2020. И, конечно, обязательно используйте желтый. Вот прям пробуйте. И я без ложной скромности вам могу сказать, и визажисты самые крутые это подтвердят. Круче желтого, чем вкрытый на косметикс – нет. Поэтому приходите, пожалуйста, к нам. Выбирайте свои яркие цвета. Пробуйте новые мейки. Я надеюсь, что красные у вас уже есть. Вот пробуйте их сочетать с какими-то яркими оттенками. Будет просто супер-классно. Будет офигенно. Не грустите, не хандрите. Прямые эфиры мои подключайтесь в Инстаграме. Главное, чтобы не скучать на самоизоляции, быть бодрячком и развиваться, учиться чему-то новому. Вот видите, сегодня сочетание двух цветов освоили. Мистер Кот, тебя еще не было в этом видео, поэтому прекрати тратить. Заходи в кадр. Мистер Кот не был готов. Что такое? Что такое? Ты не причесался? Что такое? Не можешь сниматься? Ну ладно, ладно, тебя уже все видели. В общем, мы с мистером Котом... Недоволен? Мы с мистером Котом желаем вам классно проводить время, учиться новому, не скучать, гонять ватные палочки по квартире. Это совет от мистера Кота, это очень интересно, занимательно. И шебуршать во всех пакетах. Это тоже от мистера Кота. А от меня учиться новому повышать свои скиллы, повышать свою профессиональную компетенцию, повышать знания в своих хобби, например, в макияже. Целую всем, пока, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok